Если сельдь под шубой и оливье уже успели поднадоесть, то самое время готовить этот нежнейший салат. Подготовим все ингредиенты. Морковь нужно запечь или отварить. Как вы знаете, я предпочитаю запекание. Так и вкуснее, и полезнее. В качестве основы у меня куриное мясо. Его я тоже запекаю в духовке. Можно использовать любое другое по вашему вкусу. Яйца нужно отварить, охладить и очистить. Отделить белки от желтков. Мясо нарезаем на мелкие кубики или разбираем на волокна. Мясо выкладываем равномерным слоем на тарелку. Теперь смазываем тонким слоем майонеза. Удобнее всего с помощью кулинарного мешка. Для этого рецепта нам понадобятся соленые огурцы. Тоже нарезаем их мелкими кубиками. Огурцы нужно слегка отжать и разложить ровным слоем на мясо. И слегка смазать майонезом. Морковь уже готова. Натираем ее на терке. Можно нарезать и кубиками. Тут по желанию. Как вам больше нравится. Выкладываем морковь поверх огурцов. И тоже немного смазываем майонезом. Сыр нужно натереть на мелкой терке. Теперь желтки. Тоже натираем их на мелкой терке. И смешиваем с уже натертым сыром. Выкладываем поверх моркови. И конечно же смазываем майонезом. Белки нужно натереть на терке. С их помощью будем украшать салат. Весь салат я немного обмазываю майонезом. Чтобы белки хорошо держались. И бока салатика тоже хорошо пропитались. Покрываем белками всю поверхность салата. Теперь из зерна граната выкладываем рисунок поверх белков. Вот так в итоге я украсила салат. По-моему получилось очень нарядно и аппетитно. Салатик получается очень вкусным. Совершенно простой и доступный состав придется по душе всей семье. Приготовим удивительно вкусный и нарядный салат, который легко заменит привычное оливье. Начнем с огурцов. Понадобится всего 3-4 небольших огурчика. Свежие огурцы моем, обсушиваем. И нарезаем сначала на вот такие вот дольки, а затем тонкими брусочками. Практически соломкой. Если кожица слишком жесткая, срежьте ее. Нарезанные огурцы выкладываем в удобный салатник, в котором будем смешивать все ингредиенты. Теперь помидоры. Понадобится 2 небольшие помидорки. Разрезаем пополам, а затем на вот такие вот четвертинки. Мякоть и сок нужно убрать. В этом салате нам она не пригодится. Очищать томаты от мякоти можно легко и просто с помощью ножа или небольшой ложки. Полученную мякоть я буду использовать для приготовления других блюд и салатов. Теперь нарезаем томаты на вот такую вот соломку. Нарезанные помидоры выкладываем в емкость с огурцами. В этом салате я буду использовать говядину. Я ее уже заранее отварила и остудила. Вы можете также использовать мясо курицы или индейки. Тоже будет очень вкусно. Нарезаем мясо тоже на небольшие полосочки или разбираем на волокна, как вам больше нравится. Этот кусок говядины я варила около 2 часов, для того чтобы мясо было достаточно мягким и вкусным. Готовую говядину нужно оставить на 20-30 минут в бульоне, перед тем как добавлять в салат. Вот так я нарезала мясо. И теперь выкладываем в салатник к остальным ингредиентам. Яйца я уже заранее отварила и очистила. И теперь нужно отделить белки от желтков. Яичные белки измельчаем на мелкой терке и высыпаем в емкость с остальными ингредиентами. Желтки также измельчаем на мелкой терке или можно просто размять при помощи вилки. Желтки будем использовать для украшения и заранее приготовим декор. Натертые желтки перекладываем в удобную тарелку, высыпаем туда немного измельченного укропа и добавляем немного майонеза. Все тщательно перемешиваем, чтобы получилась пластичная масса, которая не особо липнет к рукам и хорошо держит форму. Только не переборщите с майонезом. Из желтковой смеси лепим шарики, придавая им форму яиц. Салат же у нас называется гнездо глухаря. По размеру яйца не должны быть очень крупными. У меня получилось 7 штук и пока поставим их в холодильник. Дальше приготовим картофель пай. Он и станет украшением блюда. Для хрустящей жареной соломки советую выбирать ровные корнеплоды среднего размера, желательно без глазков. Чтобы полосочки получились длинными и одинакового размера. Нарезать картофель нужно очень тонкой соломкой. Для этого лучше всего воспользоваться теркой для корейской моркови. Трем картофель в одном направлении, так чтобы получились длинные полоски. А теперь нужно хорошенько его промыть, чтобы удалить лишний крахмал. Иначе ничего не получится. Промываем картофельную соломку в холодной воде 2-3 раза до ее полной прозрачности. Хорошенько теперь обсушиваем картофель. Для этого в несколько слоев раскладываем бумажные полотенца или салфетки. И равномерным слоем распределяем поверх картофельную соломку. Чем меньше влаги будет в картошке, тем быстрее и лучше приготовится картофель пай. В кастрюле или сковороде разогреваем растительное масло для жарки. Закладывать картофель нужно порциями, иначе он не сможет нормально приготовиться. Я делала это за 4 приема. Забрасываем часть картошки в кипящее масло и жарим на среднем огне минуты 3. Шумовкой вынимаем готовую порцию картофеля пай и выкладываем ее на бумажное полотенце. Аналогично готовим остальную картошку. Перекладываем каждую порцию готовой соломки на бумагу, чтобы она хорошо вобрала в себя лишнее масло. Теперь его можно посолить, но я, если честно, даже не солила. И так очень вкусно. В емкость с ингредиентами для салата добавляем еще один важный ингредиент. Зеленый горошек. Очень люблю горошек в салатах. Выкладываем пару столовых ложек майонеза и хорошо все перемешиваем, чтобы все ингредиенты хорошо перемешались между собой. Берем подходящую тарелку и выкладываем подготовленный салат, сделав в центре углубление для яиц. Покрываем теперь салат картофельной соломкой и уже вырисовывается гнездо. В центр кладем веточки свежего салата или другой зелени. Это будет перина для яиц. Бережно укладываем в гнезда яйца. Салат гнездо глухаря готов. Его не только можно, а нужно подавать сразу же после приготовления. Салат неимоверно вкусный и очень красиво смотрится на столе. Готовим яркий, красивый и сытный салат. Просто идеальное сочетание ингредиентов. Для этого салата нам понадобится говядина. Мясо нужно заранее отварить до готовности и остудить. Мясной бульон, конечно же, не выливайте, а используйте его для приготовления вкуснейшего супчика. Как сварить прозрачный ароматный бульон и простой вкусный суп расскажу в следующем видео. Не пропустите. Итак, пока мясо остывает, подготовим остальные ингредиенты. Нам понадобится сладкий болгарский перец. Разрезаем его, очищаем от семян и нарезаем на вот такие вот полосочки. А затем нарезаем на вот такие довольно-таки крупные кусочки. В этом салате перец не нужно сильно мелко измельчать. Высыпаем нарезанный перец в салатник. Теперь подготовим лук. Нам понадобится одна средняя луковица. Лук нужно порезать полукольцами. Выкладываем нарезанный лук в глубокую тарелку и заливаем кипятком буквально на 1-2 минуты. Затем воду нужно будет слить. К этому моменту мясо уже остыло и теперь можно нарезать. Старайтесь нарезать мясо небольшими кусочками. Примерно так должно получиться. Высыпаем измельченное мясо в салатник. Туда же выкладываем уже подготовленный лук. Фасоль в рецепте можно использовать как вареную, так и консервированную. У меня консервированная красная фасоль. Я ее промыла чистой водой. Затем откинула на сито, чтобы стекла лишняя жидкость. В этом рецепте нам еще понадобятся грецкие орехи. Очень советую вам предварительно их немного подсушить на сковороде или в духовке. Нужно всего пару минут. Пока орешки жарятся на сковороде, подготовим зелень и чеснок. Для этого салата я всегда использую кинзу. Эта пряная зелень отлично подчеркивает вкус всех ингредиентов. Высыпаем нарезанную кинзу в емкость к остальным ингредиентам. А теперь чеснок. Нужно 2-3 зубчика. Но если любите чеснок, то можно добавить и больше. Натираю чеснок на мелкую терку и тоже высыпаю в салатник. Орешки как раз уже готовы. Теперь нужно их измельчить. Можно ножом, но гораздо удобнее и быстрее при помощи блендера. Вжик и готово! Высыпаем измельченные орешки в салатник. Только оставьте немного ореховой крошки для подачи. В этот салат обязательно нужно добавить хмели-сунели. Немного соли по вкусу. И заправляем салат растительным маслом. У меня оливковое. Хорошо все перемешиваем, чтобы все ингредиенты смешались между собой. Готовый салат лучше всего поставить в холодильник минут на 10. А затем уже можно подавать к столу. Это очень вкусный салат. Все ингредиенты в нем подобраны довольно-таки удачно. Они создают очень гармоничный вкус с грузинским акцентом. Попробуйте сами! Для начала подготовим курицу. Филе я предварительно разрезала на такие вот кусочки. Но можно запекать и целым. Кусочки филе выкладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой. Сверху поливаем небольшим количеством растительного масла. У меня оливковое. Я еще немного смазываю кисточкой, чтобы равномерно распределить масло. Теперь посыпаем солью, черным перцем по вкусу и я добавляю немного паприки. Вы можете добавить свои любимые специи курицы. Отправляем теперь все это в разогретую духовку до 180 градусов на 20-30 минут. А пока готовится курочка, приготовим сухарики. Я люблю готовить сухарики для салата из обычного батона. Для этого хлеб нужно нарезать на ломтики примерно одинаковой толщины. А затем каждый ломтик разрезать на полосочки, а потом на квадратики. Важно, чтобы все кусочки получились примерно одинаковые. Тогда и сухарики получатся равномерно прожаренные. И салат будет красиво смотреться на столе. На сковороду наливаем растительное масло. Выкладываем и сверху посыпаем смесью сушеных трав. Это по вкусу. Отправляем на огонь, постоянно помешивая, пока сухарики не подрумянятся со всех сторон. Готовые сухарики выкладываем в тарелку, чтобы они полностью остыли. Для праздничного варианта салата Цезарь я буду использовать перепелиные яйца. Можно и обычные, но так блюдо будет выглядеть намного наряднее. Уже отваренные вкрутую яйца разрезаем на половинки. Теперь нарезаем помидорки. У меня помидоры сорта черри, поэтому их достаточно просто разрезать на половинки. Курочка уже готова. Я ее нарезаю на вот такие вот кусочки, чтобы удобно было сервировать салат. И теперь подготовим листья салата. Для праздничного варианта у меня сегодня салат Айсберг. Но можно заменить и на пекинскую капусту. Тоже будет очень вкусно. Важно листья не резать, а вот так вот разобрать на листики и порвать руками на небольшие кусочки. Осталось сделать заправку. Она для этого салата не совсем обычная. Наливаем 4-5 столовых ложек оливкового масла. Можно использовать любое растительное. Выливаем 2-3 столовые ложки лимонного сока. Добавляем чайную ложку дижонской горчицы. Немного соли по вкусу. И 3 столовые ложки сметаны или йогурта. Выливаем 2 чайные ложки меда. Я немного его растопила, чтобы удобнее было перемешивать. Но если у вас мед жидкий, делать это не нужно. Хорошо все перемешиваем. Кстати, именно эту заправку я использовала для салата Вальдорф из новогоднего меню. Если пропустили, ссылочку оставлю в описании под видео. Теперь все красиво сервируем. Цезарь я всегда подаю порционно. Поэтому на тарелку выкладываем листья салата. Теперь выкладываем нарезанную курочку. Помидорки. Затем перепелиные яйца. И, конечно же, сухарики. Посмотрите, какой яркий, нарядный салат получился. Поливаем заправкой и подаем к столу. Всего количества ингредиентов, указанного в описании, хватит на 3-4 порции. Быстро, просто. А посмотрите, какое красивое блюдо у нас получилось. Начнем с мяса. Нам понадобится ветчина или буженина. Можно приготовить дома самим, по рецепту, который есть у меня на канале. Или использовать уже готовую. Сначала нарезаю на вот такие вот пластины. Затем на небольшие полосочки. Теперь нарезаем мясо вот на такие вот кубики. Посмотрите, как должно получиться. Нарезанную ветчину отправляем в салатник, где будем смешивать все ингредиенты. Теперь сыр. Его тоже нужно нарезать. Можно, конечно, натереть на терке. Но в этом салате мне нравится сыр, нарезанный небольшими кубиками. Тоже нарезаем его на пластины сначала, а затем на полоски. И теперь на небольшие кубики. Следующий важный ингредиент это грибы. У меня маринованные маслята, но можно использовать любые маринованные грибы, которые вам нравятся или которые у вас есть сейчас под рукой. Это и опята, и шампиньоны, и лисички. Грибы нужно слить на друшлаг и промыть под проточной водой. Выбрать горошины, перца и все лишние приправы. Если грибы большие, измельчите их ножом на небольшие кусочки. У меня именно такая ситуация. Поэтому я нарезаю грибы на небольшие кусочки и отправляю их в салатник к остальным ингредиентам. И еще в этот салатик я обязательно добавляю консервированную кукурузу. Она отлично сочетается со всеми ингредиентами. Теперь осталось заправить наш салат. В качестве заправки можно, конечно же, использовать и майонез. Но у меня сегодня будет самая простая и любимая заправка. 2-3 столовые ложки сметаны или йогурта. Немного горчицы. Соль и перец по вкусу. Все хорошенько размешиваем, чтобы все ингредиенты смешались между собой. Вкусный, аппетитный и самое главное быстрый салат готов. Обязательно попробуйте. Вы точно не пожалеете. Это и вкусно, и очень быстро. Жду ваши отзывы в комментариях. Начнем с того, что подготовим куриное филе. Для этого салата его нужно или отварить, или запечь. Как кому нравится. Но я всегда выбираю второй вариант. Так мясо получается более насыщенным по вкусу. Для этого филе курицы я обращиваю в фольгу и отправляю в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут. А пока мясо запекается, подготовим остальные ингредиенты. Огурцы для этого салата я очищаю от кожуры. Так салатик получится более нежным и сочным на вкус. Огурцы нарезаем сначала вдоль на вот такие вот пластины. Затем на довольно-таки тонкие полоски, чтобы в итоге у нас получились вот такие вот кубики. Таким образом нарезаем все огурчики. Нарезанные огурцы высыпаем в салатник, где будем смешивать все ингредиенты. Самое время подготовить чернослив. Промытый холодной водой чернослив заливаем кипятком и оставляем на несколько минут. Тем временем подсушим на сухой сковороде грецкие орехи. Конечно, можно этого и не делать, но так будет намного вкуснее и ароматнее. Высыпаем их в чашу блендера и измельчаем до получения вот такой вот ореховой крошки. Можно измельчать и ножом, если хотите кусочки покрупнее. Теперь сыр. Его тоже нужно нарезать. Можно, конечно, натереть на терке, но в этом салате мне нравится сыр, нарезанный небольшими кубиками. Тоже нарезаем его на пластины сначала, затем на полоски, а потом уже на небольшие кубики. Нарезанный сыр высыпаем в салатник. Чернослив выкладываем на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнюю влагу. И теперь нарезаем чернослив на небольшие кусочки. Нарезанный чернослив высыпаем в салатник к остальным ингредиентам. К этому моменту куриное филе уже приготовилось. Нарезаем его на небольшие кусочки. Сильно мелко нарезать не нужно. Примерно так должно получиться. Отправляем все нарезанное мясо в салатник. Высыпаем ореховую крошку и хорошо перемешиваем все ингредиенты. Осталось только заправить наш салат. Тут, как всегда, несколько вариантов. У меня на канале есть 5 рецептов соусов для заправки таких салатов. Все готовятся быстро и просто. Все они очень вкусные и намного полезнее обычного майонеза. Ссылочку на эту подборку я оставлю, конечно же, в описании под этим видео. А сегодня у меня самая простая и любимая заправка. 2-3 столовые ложки сметаны или йогурта. Немного горчицы, соль и перец по вкусу. Хорошо все перемешиваем, чтобы все ингредиенты смешались между собой. Салат с курицей, орехами и черносливом готов. Сочетание куриного мяса, чернослива и грецких орехов, знакомое многим и невероятно гармоничное. Этот салат отлично подойдет как для праздничного меню, так и на каждый день. Попробуйте приготовить, а я буду ждать ваших комментариев. Салат, который определенно придется по вкусу мужчинам. Наверное, поэтому он и называется холостяк. Готовится все очень быстро и просто. Начнем с мяса. Нам понадобится ветчина или буженина. Можно приготовить дома самим, по рецепту, который есть у меня уже на канале. Или использовать уже готовую. Сначала нарезаю на вот такие вот пластины. Затем на небольшие полосочки. Нарезанную ветчину отправляем в салатник, где будем смешивать все ингредиенты. Теперь сыр. Его тоже нужно нарезать. Можно, конечно, натереть на терке. Но в этом салате мне нравится сыр, порезанный полосками. Тоже нарезаем на пластины, затем на полоски. Обязательно нужно добавить немного свежей зелени. Очень вкусно получается с укропом. Нарезаем довольно мелко и тоже отправляем в салатник. Фасоль в рецепте можно использовать как вареную, так и консервированную. У меня консервированная красная фасоль. Я ее промыла чистой водой. А теперь внимание! Следующие шаги нужно выполнить, если салат будет подаваться на стол сразу, по его приготовлению. Иначе, постояв, сухарики в салате размокнут, и весь салат будет менее привлекателен по вкусу. Добавляем в салат нужное количество сухариков. Заправляем майонезом и хорошо все перемешиваем. Соль в салат добавляйте только после того, как попробуете заправленный готовый салат. Есть вероятность, что она вам просто не понадобится. Но это дело вкуса. Готовый салат подавайте сразу по его приготовлению. Вкусный, пикантный и очень сытный салат готов. Все ингредиенты в нем подобраны очень удачно. Они создают очень гармоничный вкус. Попробуйте сами и оцените. Для праздничного стола я всегда использую именно салат айсберг для этого рецепта. Но можно заменить на пекинскую капусту. Салат нарезаем. Главное, не нарезайте слишком мелко. Этот салат очень нежный и хрустящий. И его не нужно мелко нарезать. Теперь черешки сельдерея. Если не найдете черешки, можно заменить на корень сельдерея, натертый на крупную терку. Высыпаем сельдерей в салатник капусте. Обязательный ингредиент для этого салата это яблоки. Отчищаем от кожицы и семечек и нарезаем на небольшие кусочки. Яблоки выбирайте кисло-сладкие с плотной мякотью. Высыпаем яблоки в салатник. Еще в этот салат обязательно добавляю орехи. У меня грецкие. Немного измельчаю их ножом и тоже высыпаю в салатник. И остался еще один интересный ингредиент, который добавит очень пикантный вкус. Это вяленая клюква. Можно заменить на изюм, если больше любите его. Теперь приготовим заправку. Она для этого салата не совсем обычная. Наливаем 4-5 столовых ложек оливкового масла. Можно использовать любое растительное. Выливаем 2-3 столовые ложки лимонного сока. Добавляем чайную ложку дижонской горчицы. Немного соли по вкусу. И 3 столовые ложки сметаны или йогурта. Выливаем 2 чайные ложки меда. Я немного его растопила, чтобы удобнее было перемешивать. Но если у вас мед жидкий, делать это не нужно. Хорошо все перемешиваем. Готовым соусом заправляем салат и тут же подаем к столу. Вкусный и очень сочный салат Вальдорф готов. Для этого салата картофель советую запечь в духовке. Предварительно его нужно вымыть и обернуть в фольгу. Я запекаю в духовке 20-30 минут при температуре 200 градусов до мягкости картофеля. Вместе с картофелем мы запечем и куриную грудку. Тоже оборачиваем мясо в фольгу и отправляем в духовку на 30-40 минут. Конечно и картофель и грудку можно отварить, но так в духовке получается гораздо вкуснее. Кто пробовал, меня поймет. Теперь лук. Для этого салата нам нужно лук немного замариновать. 1-2 средние луковицы нарезаем достаточно мелко. Можно нарезать колечками, тоже будет вкусно. Нарезанный лук перекладываем в глубокую тарелку. Добавляем соль и сахар. Наливаем яблочный или виноградный уксус и хорошо все размешиваем. Теперь заливаем лук кипятком. Размешиваем и оставляем на 5-6 минут до полного остывания. А пока подготовим остальные ингредиенты. Запеченный очищенный картофель натираем на крупной терке. Для этого салата нам понадобится 3 средних картофелины. Теперь натираем на крупную терку 3 яйца, отваренных вкрутую. Я советую все ингредиенты именно натереть на терке, а не нарезать. Так салат получится намного вкуснее и очень нежный. Теперь твердый сыр. Тоже натираем, но уже на мелкой терке. Берите любой твердый сыр, который вам больше всего нравится по вкусу. Пока мы натирали все ингредиенты, курица уже приготовилась. Нарезаем запеченную куриную грудку на мелкие кусочки. Осталось нарезать пекинскую капусту. Нам нужно совсем немного, примерно грамм 100. Все, теперь будем собирать наш салатик. Для этого я воспользуюсь разъемным кольцом диаметром 20 сантиметров. Но если у вас нет кольца, можно собрать салат просто на тарелке. Нижним слоем укладываем картофель, натерт на терке. Равномерно распределяем по периметру. Смазываем слой картофеля майонезом или соусом на основе сметаны и горчицы. Так будет гораздо полезнее. Сверху выкладываем маринованный лук. Я отжала его от воды и выкладываю равномерным слоем. Сверху на лук выкладываем нарезанное куриное филе. Распределяем каждый слой равномерно. Сверху на слой с курицей выкладываем снова майонез или соус и обильно смазываем, чтобы этот слой не был сухим. Теперь выкладываем яйца, натертые на терке. Тоже равномерно распределяем. Этот слой желательно хорошо промазать или майонезом или соусом. Верхний слой это тертый сыр на мелкой терке. Выкладываем равномерно, распределяем и тоже смазываем соусом. Сверху на салат выкладываем пекинскую капусту. Вот и все, салат готов. Советую дать ему пропитаться в холодильнике хотя бы часик-полтора перед подачей. Так он будет намного сочнее. Готовый салат вынимаем из формы и можно подавать. Салат нежность получается очень вкусным и сытным. Все ингредиенты отлично сочетаются друг с другом. И это настоящее блаженство. Приготовление занимает немного времени, а результат выше всех похвал. Очень советую попробовать приготовить. Все ингредиенты вы найдете внизу в описании под этим видео. Рыбку заворачиваем в фольгу и отправляем в духовку на 20-30 минут при температуре 180 градусов. Готовую и уже остывшую рыбу достаем из фольги и нарезаем достаточно мелко. Это легкий способ сделать салат и вкуснее и полезнее. Использовать запеченную рыбу, а не консервы. Сервировать салат мы будем на блюде, которое я уже украсила листьями салата. Прямо на листья выкладываем слой рыбки. Аккуратно ложкой разравнивая по всей поверхности. Следующий слой это лук. Одну небольшую луковицу нарезаем достаточно мелко и выкладываем в небольшую емкость. Теперь добавляем немного яблочного уксуса и хорошо перемешиваем, чтобы лук хорошо замариновался. Оставляем на пару минут и затем выкладываем сверху на рыбку. Теперь займемся яйцами. Яйца нужно разделить на белки и желтки. Белки натереть на крупной терке, а желтки на мелкой. Выкладываем белки сверху на лук. Аккуратно все разравниваем. Этот слой нужно щедро сматать майонезом. Рецепт домашнего майонеза в описании под видео. Следующий слой это морковь. Я ее заранее запекал в духовке и теперь натираю на терке. Именно запекание в духовке сделает морковь очень вкусной. Выкладываем натертую морковь и равномерно распределяем. Снова слой майонеза. Аккуратно все распределяем. Теперь натрем на мелкой терке твердый сыр. Будет достаточно 100 грамм. Выкладываем сыр сверху на салат. Распределяем по поверхности. И снова все смазываем майонезом. Это был верхний слой салата. Осталось украшение. Украшаем измельченным желтком и веточками свежего укропа. Дайте салату хорошо пропитаться в течение часа и им можно подавать. Яркий, нарядный и такой вкусный салат мимоза. Обязательно попробуйте приготовить. Это очень вкусно. Напоминаю, что это блюдо из моего новогоднего меню, которое я недавно опубликовала. Если пропустили, ссылочку обязательно оставлю в описании под этим видео. Ставьте лайк, если понравился рецепт. И не забудьте подписаться, если вы еще не со мной. Всем приятного аппетита, отличного настроения. И до новых рецептов. Пока-пока.